Итак, если ваш бросил муж или жена бросила, то есть только одна причина. В вашей жизни не было Бога, означает не было совести. Знаете, нравится ли мужчинам другие женщины? Всегда нравится. Вот, допустим, создалась семья, жена стареет, а девушки молодеют вокруг. Что с мужчиной происходит? Мужчина взрослеет, становится ответственным, серьезным. Самое то. То есть прожил с женой 15 лет, стал серьезным, она его воспитала. Самое то. А девушке вокруг им по барабану на 15 лет младше она. Но зато человек хороший. Им все равно. Главное, чтобы человек был хороший. Можно на 15 лет быть младше, там нет проблем. Что же делать-то? Как же жить? Для этого надо понять, что только совесть вас спасет. Ни дети, ни ваши квартиры, ни семья, там родственники. У нас же все как бы есть. Понимаете, когда человек втрухивается, ему все по барабану. Дети, квартира и все. Ему все по барабану. Ему ничего не надо. А потом вы врагом станете, он еще вас отсуживать будет дальше эту квартиру. Останетесь еще и без квартиры. Только совесть спасает человека. Если у него есть совесть, он не бросит. Почему? Потому что он чувствует. Но это же родные люди. Совесть это Бог. Он постоянно напоминает. Он говорит, эй, брат, ты куда пошел? Ты куда смотришь? Ты разрушаешь свою жизнь. Так Господь действует в сердце, он контролирует ситуацию. И для того, чтобы Господь контролировал ситуацию, вы должны Богу свою жизнь отдавать. Надо алтарь дома поставить, надо ему молиться, надо пищу освящать, надо готовить с молитвой, надо раздавать пищу нищим. Птичек кормить, бабушку кормить. Это называется благословение. Есть сила доброты, а есть сила благословения. Найдите в своем доме человека, который нуждается в помощи. Может быть он тяжело больной, может быть нищий. И просто приносите ему пирожки, когда есть возможности и силы. Он будет вас благословлять из сердца. И это будет благословение Бога. Это означает, что в тот момент, когда муж должен бросить, а у каждого человека бывают тяжелые периоды в личной жизни, в этот момент удача придет в вашу жизнь. Создается ситуация, в которой совесть его включится, и он не просит. Например, он девушку влюбится, а в ней будет парень, он ему морду набьет. Ну, какие-то разные бывают схемы, как бы у Бога. Я не знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!